Изитрейд.ру. Купить или продать золото Лос Тарк просто изи. Кстати, не понравилась цена или не нашёл нужный товар, не беда. Воспользуйся новым уникальным функционалом и начни покупать по своей цене. Все подробности по ссылке в описании. Всем привет дорогие друзья. Продолжаем серию роликов по Лос Тарк и сегодня поговорим о том, что необходимо делать в первую очередь, когда качался до 50 уровня. Каждый день нам дают лимиты на активность и мы можем закрывать её в любом порядке, это ни на что не влияет. Начнём с хаос данжи, в который мы можем попасть 3 раза в день. В нём мы фармим шмотки. В Корее с него падали шмотки с рандомным уровнем предмета, в нашей же версии не будет рандомно и будут падать шмотки с уровнем, который прописан на входе. Но нам добавили возможность проточки этого сета, поэтому мы будем фармить шмотки и ресурсы для проточки этих вещей. Помимо этого мы с хаос данжи выбиваем проходку в ивентовую хаос данжу, о ней мы поговорим немного позже. В хаос данжи можно зайти как соло, так и группой. На корейских серверах не составляло проблем закрыть подземелье, но на наших серверах может что-то измениться. Мы проверим об режиме на русском ОБТ и уже сообщим вам о сложности подземелья. Когда наш уровень предмета растёт, нам становятся доступны новые хаос данжи. В них необходимо дойти до финального босса, занимает это примерно 4 минуты. Эти подземелья, наверное, самые лёгкие на лоу-левеле. Вначале нам нужно убивать мобов и мини-боссов, идя по карте дальше. Когда идём до финального босса, без особых сложностей убиваем его, но старайтесь уворачиваться от всех способностей по пути до босса и на самом боссе, потому что бьют они очень сильно. Когда мы убьём финального босса, нам выдадут сундук и можно покидать подземелье. Сундука нам выпадают наши шмотки, а на русском сервере ещё и ресурсы для заточки. Следующее, что мы рассмотрим, это ивентовый хаос данж. По сложности он такой же, как и обычный, но награду мы можем получить один раз в день, и зайти туда можно только выбив проходку в него. Из наград нам дадут точку, секретную карту, книжку и различные руны. Дальше мы переходим, наверное, к самому сложному. Это гварды. Чтобы на них попасть, нам нужна группа. Помимо этого, нужен ещё уровень предмета, который рекомендует игра, чтобы встать в автоматический подбор группы. Но, если у вас не хватает уровня предмета, можно собрать свою группу и зайти, несмотря на то, что у вас уровень предметов меньше рекомендуемого. По крайней мере, так работает на Корее. Почему это самое тяжёлое? Да потому, что тут боссы используют разновидные скиллы. И если вы столкнулись с ними впервые, то, скорее всего, не будете знать, что они используют. И вероятность смерти будет крайне высока. На прохождение дают 20 минут времени и 3 жизни. Если мы исчерпаем все жизни, то всю группу выбросит из временной зоны. После этого придётся заново регистрироваться. С гвардов мы выбиваем бижутерию, различные руны, куски, благодаря которым мы можем себе создавать одежду, и точки для улучшения одежды, которую мы скрафтили. На гвардов можно ходить сколько угодно раз, но дополнительную награду можно получить лишь 3 раза в день. Причём дополнительно это добрая часть всей награды, которая составляет порядка 95%. Перейдём к тому, про что на Ру-сервере не говорили вообще. Нам дают 3 купона в день и их можно использовать в различных подземельях. У многих возникнут вопросы, как их лучше потратить. Ходить 3 раза в 1 или в каждой подземелье по 1 разу. Итак, у нас есть платиновые поля, за прохождение которых мы получаем специальные монеты. За них можно купить баночки на восстановление здоровья и ресурсы для улучшения сета, которые можно создавать с профессии. Когда мы попали на острова, нам нужно выполнить за 15 минут задание, доставить мешки, которые мы получим с добычей ресурсов. Эти поля нужны для прокачки профессии. Рекомендуется идти туда с четвёртым науком профессии и создавать синие инструменты. Идти нужной группой из 4-х человек. Можно, конечно, и в соло, но намного эффективнее группы и желательно, чтобы у каждого была разная профессия. Есть два вида островов для разных добывающих профессий. Всего в одной группе на одном острове могут присутствовать персонажи, добывающие 3 разных типа ресурсов. Поэтому максимально эффективно набрать группу таким образом, чтобы профессии не повторялись. Но если вы не уверены в том, что сможете справиться втроём, можете добрать четвёртого. Но стоит учесть, что он сильно подкосит доход группы, из-за того, что два члена группы будут постоянно делить между собой один ресурс. Второй вариант, куда можно потратить проходку, это куб. Для этого нам нужна группа из 4-х человек. Можно встать в автоматический подбор группы или же найти заранее собранную. Когда мы попадаем в куб, нам нужно пройти задание комнаты. В основном это убить всех мобов и боссов. На каждую комнату выделяется определённое количество времени, за которое мы должны справиться с заданием. Если же время вышло, начнутся появляться дополнительные монстры. И с каждой секундой их будет становиться всё больше и больше, пока вас не убьют. В случае, если вы умерли в одной из комнат, то вам нужно дождаться, пока ваша группа справится с заданием. И вы реснётесь и продолжите проходить дальше. В каждой комнате нам могут дать положительный баф, который очень сильно помогает пройти задание. Также могут дать и отрицательный эффект, что очень сильно усложнит нам игру. На Корее люди проходят всего 3 комнаты в рандомном составе группы. За такое прохождение падает постоянно серебро. Если же выходить в награды лучше, то нужно идти в заранее собранной группе или в компании своих друзей, КП, гильдии. С целью закрывать как можно больше. Третий вариант, и по идее на руссерверах на старте последний, это соло башня. Мы можем за один купон пройти её всю и больше не будем в неё входить. Так как награды мы получаем за каждый этаж. Их всего порядка 50 и повторно получить награды мы не можем. На каждом этаже разные задания. Например, уворачиваться от бомб, на другом этаже может быть то же самое, только вам дадут ещё и замедление. Есть такие задания, как защитить кого-то или просто убить босса. Я думаю, то что подробный гайд лучше уже выпустить в сыру серверов с прохождением каждого этажа. И подсказками, какие расходники купить и что мы в итоге получим. Помимо этого, у нас есть ещё 3 ежедневных задания на локациях. Или в море, или на островах, за которые мы получаем различные вкусные награды. Но самое полезное, это 4 точки, которые мы получим с этих квестов. Если вам лень их делать, то за кристаллы можно моментально закончить задания. Эти кристаллы можно получить за донат или же купить в игре на аукционе за золото. Но лучше потратить немного времени и сделать это руками. Помимо ежедневных заданий, есть ещё и еженедельные задания, которые за неделю нужно завершить. С них мы тоже получаем точки. Вернёмся к секретной карте, которую мы получили с ивентового хаоса подземелья. Если на неё нажать, нам напишут плокацию, куда нужно бежать, и на карте красным крестом отметят, где вход в подземелье. Открыв нашу карту, мы с лёгкостью найдём это место. Чтобы войти в него, нужно стоять у входа и выполнить условия карты. Где-то мы просто заходим, а где-то нужно сыграть мелодию, чтобы вас впустили. Как только мы зашли, мы попадаем в небольшую временную зону, где нужно убить босса, с которого получим награду. Самое вкусное, это конечно же точка. Помимо карты суши, есть и морская карта, которую можно добыть за морскую активность. Там всё ещё проще, открываем карту, ищем местонахождение нашего подарка, плывём туда и забираем нашу награду. Как вы догадались, самое вкусное, это точка. В море не нужно играть мелодию или убивать кого-то, просто приплыть и забрать свои итемы. На этом сегодняшний ролик подходит к концу. В Lost Ark очень много контента, и изучать его придётся ещё продолжительное время. Но те основы, которые мы разбираем, весьма облегчат знакомство с игрой. А пока, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. А также не забывайте про прямые трансляции на Твиче и Ютубе. Будем вместе с вами покорять русские сервера Lost Ark. Ну а с вами как всегда был Вайт, пока-пока.